На рубеже обороны Москвы десятки человек. В День памяти и скорби к мемориальному комплексу в деревне Нефедево идут поклониться и отдать дань памяти героям, отстоявшим столицу. В рядах участников митинга нынешние военные солдаты и командиры воинских частей из Нахабина, родственники воевавших в Великую Отечественную и руководители муниципалитета. На границах СССР первые приняли этот удар жители Украины, потому что начали бомбить Киев. Потом была Брестская крепость, подвиг защитников, который навсегда войдет в аналы военной истории и станет примером беззаветного служения своей стране, своей родине, защите своего самого близкого, родного, дорогого, своих домов, своей страны, своих любимых, близких. Лица становились черными, люди начинали рыдать. Так вспоминает прогремевшее 22 июня 1941 года радиосообщение о вторжении Андрей Андреевич Костин. Один из участников Великой Отечественной, живущих в муниципалитете, сегодня он нашел силы прийти на митинг, чтобы принять участие в сборе горсти памяти, земли с воинского захоронения для одноименной всероссийской акции. Свидетелей войны, участников боевых действий в городском округе осталось всего 90. В память о почивших мемориалу военнослужащие 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады возложили венки. Участники митинга украсили братскую могилу живыми цветами.